Итак, велотренировка у нас. Сегодня хотелось познакомиться с третьим тренингом. Это Дима. Привет. Здраво. Утро. У нас сегодня разгрузочная езда. Едем что-то разгружать. А, очки надо надеть. Очки. Не дай бог узнают. Когда едешь, надо крутить, не останавливай. На нас еще надета одна классная штука. Она называется памперс. Размеши свежного Наталька не из большей щекотки. Супер. Самые лучшие зрители и телезрители. В эфире шоу «Расмеши комика». Шоу, в котором человек с хорошим чувством юмора может заработать хорошие деньги. Меня зовут Игорь Ласточкин. Здравствуйте. Очень часто за кулисами нашего шоу можно услышать такие фразы, как «Обидно, что я не пошел на пятую минуту». Или «Обидно, что я пошел на пятую минуту». Я считаю, что это не самое обидное, что может произойти в вашей жизни. Как по мне, например, обидно, что когда Ермоленко забивает в матче 4 гола, а счет 2-2. Обидно, когда ты видишь парня точно в такой же футболке, как у тебя, только у него «Дольче Габбана» правильно написано. И как говорят наши комики, обидно это, когда ты терпишь 5 минут, чтобы не засмеяться, а кто-то лысый возле тебя сидит и громко ржет. Встречайте, Владимир Зеленский и Евгений Кашевой. Развеши свежного. Развеши меня, развеши меня. Ой, 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 ой. Добрый вечер, здравствуйте. На, супни поссориться. Привет! Хаюшки. Ребята, все весело, все супер. Ну, у меня такое, скажем так, незамечание, ну, замечание, может быть. В общем, я уже третий сезон веду «Распишу комика». Не то, чтобы я там зазнался или еще что-то. Немножко есть, конечно. Чуть-чуть, да, совсем чуть-чуть. У меня такой вопрос. Вот смотрите, вот в «Лиге смеха» я сижу в кожаном кресле, а здесь вы меня на какой-то пластиковый стульчик посмотрите. В «Лиге смеха» я смотрю людям в глаза, да, вот участникам в глаза. А здесь в спину. Это в лучшем случае. Да. Вот. В «Лиге смеха» меня объявляет Владимир Зеленский, а тут я объявляю Владимира Зеленского. Вот как вам такое возмущение, а? Мне кажется, пора менять ведущего, Владимир. С такими запросами он скоро зарплату попросит. Пойдемте. Кстати, что по деньгам? А по деньгам уже ты расскажи. Разбучи меня, разбучи меня. Окей. Напомню правило. Если участник, вышедший на эту сцену, в течение минуты заставит кого-то из комиков смеяться, они заплатят ему тысячу гривен. Эти деньги можно забрать и навсегда покинуть нашу студию. А можно рискнуть и пойти на вторую минуту, которая в случае успеха принесет участнику пять тысяч гривен. Смех комика на третьей минуте стоит десять тысяч гривен. На четвертой — двадцать тысяч. А если участнику удается рассмешить их и на пятой минуте своего выступления, победителя ждет главный приз — пятьдесят тысяч гривен. Но! Но! Если на любом из этапов в течение минуты никто из комиков не засмеется, участник уйдет отсюда ни с чем. В общем, правила просты. Задача участников — рассмешить комиков любым способом. Задача комиков — ни при каких обстоятельствах не смеяться. Моя задача — следить, чтобы все было по-честному. Мы начинаем! Отсюда я буду следить за ходом программы. Передо мной, как всегда, две кнопки. Первая — это старт. Она дает начало минуте, в течение которой участник должен заставить комиков засмеяться. Если это удается, я нажимаю с удовольствием вот эту кнопку. И это означает, что участник выиграл. Если в течение минуты никто из комиков не засмеялся, это автоматически означает поражение. Здесь все понятно. Давайте начинать. Встречайте нашего участника. Казарян Баграт, город Москва. Здравствуйте, Баграт. Привет, привет. Как доехали? Отлично. Боковое место. Удобненько. Ну, знаете, вы так крепко выглядите, что... Я протестал вашу профессию, вы стоматолог. Я бы к вам не пошел. Я бы побоялся, наверное. А я бы и не лечил. Тоже побоялся. Ну, вот, собственно, отличный мужской диалог. Баграт, стоматологи же хорошо зарабатывают. Да. Зачем вам деньги? Спросил, да, это вопрос был. Да, да, да. Но много не бывает. Понятно. То есть все-таки жажда наживы привела в нашу программу? Нет. Слава. Украинские девушки и... У нас красивые девушки. Да, я... А мы вам их не отдадим. А бабло давайте зарабатываем. А деньги, пожалуйста, да. Удачи вам. Я заберу все. Да. Баграт, мы на это надеемся и даже будем очень рады, если вы нас действительно рассмешите всех тут в студии. Я постараюсь. Ну что ж, у вас есть минута. Поехали. Поехали. Всем привет, меня зовут Баграт, мне уже 24 года, хотя я выгляжу великолепно, да, и... Ну, а в детстве я был маленького роста и толстый, я не нравился девочкам в классе, и... Зато я нравилась их мама. Мамы были просто от меня в восторге. Они говорили, Баграт, пройдет несколько лет, и все изменится. Теперь встреча выпускников – это мое хобби. Я люблю эти сходки. Я говорю, ребят, один раз в год очень мало, давайте каждую неделю. Давайте я за вами буду заезжать. И то, что я так изменился, и чтобы это все поддерживать, мне очень надо много есть, да. Но даже бабушка в один день сказала, что Баграт хорош. Я, между прочим, пенсионерка Баграт. Она мне познакомила со своими подругами, чтобы я ел иногда у них, понимаете. Ну, я думаю, что это было легко. С легкостью. Тысяча гривен, Баграт ваша. Продолжаем? Сейчас, секунду. Поесть надо что-то? Вытащил колбасу из заднего кармана. Нет, там моя фотография, мне так легче. Кайфуешь? Все. Готов? Да. Аплодисменты, друзья. Вторая минута, пять тысяч гривен на кону. Поехали. Ну, то, что я такой большой, у меня очень много проблем. И в основном это с одеждой. Я недавно пошел мерить джинсы, и они застряли. На руке, когда я их выворачивал, понимаете. И я недавно ехал на Смарте, это такая маленькая машина. И я еду, никого не трогаю, и меня подрезает Геленваген. Я посигналил, потому что мне один понравился. Он остановился, оттуда выходит мужик, но я тоже вышел. И он смотрит на меня и взял в руку биту. Но я не расстрелялся и взял в руку Смарт. Маленькая машина помогла Баграту заработать немаленькую сумму. Пять тысяч гривен ваши аплодисменты, друзья. Баграт, мы вас поздравляем. Десять тысяч дальше у нас. Берем третью минуту. Поехали. Третья минута. Мне недавно написал гей. И с предложением куплю твою голую фотографию. И я хотел сразу его послать, но чисто ради интереса. Чисто ради интереса я спросил, за сколько. Он говорит, за каждую фотографию сто долларов. И следующая история. Недавно друг говорит, Баграт, я проговорил с девушкой пять часов подряд. Я подумал, это же очень много. Проговорил пять часов. Это же полсекса. Недавно отправил свои голые фотографии одному гею. И это не тот гей с предыдущей истории. Нет, этому я давно обещал. Недавно пошел кататься на лошади, потому что я князь. И мне дали классную лошадь. И ее звали Плюша. Плюша. Но она реально была классная. Она была большая, очень красивая. И поэтому я называл ее Баграт. Все-таки не сдержались, Кобики. Ни Женя, ни Вова. И 10 тысяч гривен пока что у Баграта. Но я хочу задать вам вопрос. Мы продолжим или вам 10 тысяч уже хватит? Я продолжу. Ну, я и не сомневался. На эту. Ему-то достаточно. Но вот Баграту. Мне еще кормить лошадь. Окей. Четвертая минута. 20 тысяч гривен на кону. Удачи, Баграт. Слушайте, я хотел сюда приехать на такси. И спрашиваю, за сколько он довезет. Он говорит, 150 гривен. Я говорю, давай 100. Он отдал мне 100, и я его отпустил. У меня есть мама. Недавно разговаривал по скайпу с родственниками в Армении. И я зашел и вижу это. И в какой-то момент родственники из Армении попросили у нее денег в долг. И мама гениально сделала. Она замерла и сидела так, пока те не подумали, что все зависло и связь пропала. Недавно девушка во время секса вскрикнула мое имя, но мне это дико не понравилось. Потому что это сбило ее подругу. Баграт, вот знаете, вам веришь. Вам веришь. Спасибо. 20 тысяч гривен тоже ваши, кстати. Поздравляем. Спасибо. Ну и остался последний шаг. До 50 тысяч. Вы готовы на него? Самый сложный. Сейчас подумаю. У меня есть время подумать? Конечно, конечно. Посоветуйтесь. А что вы включите деньги? Дайте ему подумать. Князь, можно... Просите, если я вас так называю. Князь, можно забрать 20 тысяч, вы же понимаете. И там... Или не выиграть ничего, великолепно. Ладно, давайте заберу. Спасибо вам большое за очень смешные шутки. Забирайте свои деньги. Мы ждем вас в следующий раз. Обязательно приезжайте. Ну, просто не рассчитал количество шуток. Я думал, вот последняя шутка, она останется под конец. Ну, не рискнул дальше просто. Хотел на хороших эмоциях уйти. Встречайте следующих участников. Изюмов Константин, Корпичук Валерия. Город Полтава, город Сдолбунов. Здрасте, 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 здрасте. Ага. А это другая дверь барышня с вами. Ну, да. Да? Да-да-да. Как перчатки, как перчатки. И совестный непостоянный сценарист. В смысле? Это он. Тихо-тихо-тихо, она же не знала, что у него были. А, да, да. Мы вообще-то познакомились с Нарасмешу комик, а с тех пор живем вместе. Так что для нас... А, правда? Для нас это сценарист. Ревно-ревно-сад за кулисами. Да тихо, это стендап наш. Ребят, рады вас видеть. Ну, вот так, хорошо. Взаимно. Супер. Дякую, что вы у нас в гостях. А что будет в вашем вот этом стиле? Музыкальный стендап. Супер. Мы пробуем первый раз. Почему нет? Лера читает, я пою. Поехали. Очень приятно, давайте. А мы танцуем. Спасибо. Ребята, готовы? Да, первая минута, тысяча гривен. Поехали. Ревно-рек назад за кулисами шоу «Росмеши комик» я побачила Костю. Але я не знала, что это за людина. После того, как он выиграл болтос, я поняла, что это любовь. Мы были самая красивая пара. Жили душа в душу, пока деньги не закончились. Но Костя думает, что были и сложнее моменты. Ты сказала мне потерпеть три свидания, а после ты отблагодаришь. Вот, уже полгода, как я в ожидании, а ты все так же подло молчишь. Де-спа-си-бо. Сколько можешь ждать уже, сеньорита? У меня там все уже в вас пламенито. Май, май. В нашей семье есть маленькая проблема. Я здесь долбунного. Не просто, но все же тысяча гривен ваша. Ну, как ваша. Она больше, наверное, Валерии, потому что она заработала. Ну, такое. Костя молчит. Так, мы с семьей, у нас все спильно. Ага, посмотрим. Май, май, май. Майя тысяча гривен, а ты играй. Ты еще в электрички наиграешь, если что. Кстати, неплохая очень форма. Ты очень неплохая форма вот такая вот. Просто мы пробили Де-спаси-бо. Де-спаси-бо, мы знаем, что у нас такая была песня, нам не смешно, потому что мы ее пели уже. Мы следим за вами. Не важно, может, и не важно. Не важно. Просто хорошее начало. Движемся дальше? Готовы? Окей, да, да, да. Отлично. Вторая минута – пять тысяч гривен. Удачи. В свете есть две школы выживания. Это Тюряга Алькатрас и Нечный клуб с Долбунови. Бабас, открываю глаза. Класс. Зубы вроде бы целы. Лежу вдоль танцпола. Лед не помогает здорово. Великолепно. Спрашиваю. Парни, за что? Ау! Ответ – не местный. А сейчас идем. Тратят все мои, все мои деньги вместе. Костя очень часто бывает байдужим. Как-то он пришел из работы, я решила заморочиться, приготовила вечерю. Он заходит на кухню, смотрит на стены, таки – ого, подгон. Подгон. Я два часа вдохалась с карасом на кухне, а это подгон. Я подумала, что если ему народжу дитину, он возьмет ее в руки и скажет, ну такое. Может, карасика запишем? Пять тысяч гривен у вас есть. Ну что, готовы двигаться дальше? Третья минута, десять тысяч гривен на кону. Поехали. В каждой из семьи есть легендарный сусид. Нашего звать Валерчик. Каждый вечером кто-то под нашими векнами кличет Валерчика. Но это не фраза типа «Валерский, мяч вынеси попиться». «Валер, я тебе принес». И так каждую ранку. Но одного дня я извлекалась, нашу барышку никто не позвал. Но как-то Костя его встретил в лифте. Лифт. С утра он, как всегда, битком набит. Все едут на работу. Кто-то не сумел себя сдержать. И стало трудней дышать. И потом все ждут, когда двери распахнутся, чтобы пройти, не поднимая глаз. Пройти. 10 тысяч гривен ваших. Мы вас поздравляем. Что будем с ними делать? Забирать? Нет, забирать точно не будем. Мы просто вспомним, что у вас дальше. Да, они ссорятся, прикиньте. Да, да, да. Готовы? Ну так что? Да, да, идем дальше. Идем дальше. Ваши аплодисменты, друзья. Поехали, четвертая минута. Все девчата хотят иметь нормального мужика. Но мы чем-то переважно встречаемся с дебилами. Так стей, ты дебил? Да. Привет! Я такая рада. Сухой, это моё життя. Моги вытарить. Так может, об меня. И вы помечали, что когда у девчины запитуешь, ну слушай, расскажи про него, как он? Ну она, ну он нормальный, не курить, не пьет. Это ж с каких пирс ця характеристика стала аргументом? Ну да, не курить, не пьет, но когда пист кончится, то Бог его знает, что от него ждать. Но девчата, ну мы же тоже печиним. Вчера разбила я твою машину. Ты чуть ли не убил меня, мужчина. Ты предложил мне сделку или выстрел Слишком, слишком, низко, низко Твои глаза Костя, понимаешь, что ты все рассказываешь? Ну и все. И все. Не успели, но песни. На деле ничего страшного. Юмор экспериментальный, очень прикольная схема. Все классно. Молодцы. И вообще, вы очень хорошо играете. Да. Вот вы как актриса хорошо играете, а вы как певец прекрасно поедете. Нет, это правда. Может вам разойтись? Все органично. Я здесь. Все органично очень. В любом юмористическом шоу, я думаю, вы найдете себе применение. Просто здесь вы тоже очень органичны и к месту. Но чтобы просто рассмешить, этого мало. Чтобы просто рассмешить, это сложно получается. Да, чуть-чуть надо смешнее. Чуть-чуть. Спасибо. Спасибо. Удачи. Удачи. Это хорошо, это опыт. И Лера хотела бы добавить. Ну, на початку так бывает. Все добре, мы будем опрацювати и с нами приедем. Да, мы вас любим. Встречайте, Пекарь Олег, город Минск. Рассмеши, свежая школа, расскажи меня, расскажи меня. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот вы мне расскажите, вот сейчас татуировки там модно, что бьют люди себе в последнее время? Ну, на самом деле, бьют... Просто вы татуировщик. Я татуировщик. Не знаю, немножко забыл сказать, да. Я татуировщик, это правда, и я вам сейчас все расскажу. Давайте. А, об этом будет выступление. А, понял. Ну, не только об этом, но об этом в том числе. Знаете, как-то моя супруга делала операцию, коррекцию глаз. Так? Бровей, наверное, скорее. Бровей. Глаз. Нет, я умею разговаривать и знаю, что я говорю. Правила я соображаю. Так вот, она делала коррекцию, да. Значит, она делала коррекцию глаз. И тогда я задал впервые, в общем, вопрос. Я не понял, почему вышел врач, который делает, вы не переживайте, говорит, операция там лазерная. Не переживайте, ничего страшного. А сам он был в очках. Так вот, я вот хочу вам задать вопрос. Вот вы татуировщики, будете нам сейчас все рассказать. А где ваш это? Где ваш? Почему у вас ручки беленькие? Лицо не испортил себе. Ну, на самом деле... На бедрах, надеюсь, нет. У меня есть просто еще вторая профессия. Я бармен. И пока держу руки чистыми, но это до поры до времени. Понятно. Собирайтесь. Удачи. Ну, а почему вы не пьяный тогда? Шучу. Ну что, готов? Да, готов. Олег, у вас есть минута, за которую вам нужно рассмешить комиков. Она начинается прямо сейчас. Да, я хотел бы поговорить немножко о татуировках. Итак, поаплодируйте, пожалуйста, те, у кого есть тату. У кого есть татуировка. Хорошо. А сейчас поаплодируйте те, кто сидел в тюрьме. Есть такие, да? Вот на самом деле, по логике моей мамы, результаты должны были быть одинаковые. Вот у меня мама художник, и у меня есть татуировки, на самом деле, и она нормально к ним относится. По крайней мере, к тем, за которые я могу пояснить. Так вот, моя девушка, когда мне было 16, набила себе китайский иероглиф на пояснице. Я у нее спросил, что он значит. Она говорит, я не знаю. Я просто выбрал самый симпатичный на коробке от телефона. И я вот подумал, если китаец увидит этот иероглиф, он же будет смеяться. Я не думаю, что в Китае девушки бьют какие-то случайные белорусские фразы, и это считается круто. Ну, типа, знаете, без додатка ГМО, или там, купляйте белорусское. Ну, вряд ли такое есть. Спасибо. Вряд ли такое есть в Китае, но у вас есть теперь тысячи гривен. Супер. И это первая ваша победа в нашей игре. Вы хотите продолжить? Да, конечно. Поехали. Вторая минута, пять тысяч гривен. И вот, вы знаете, я вот не понимаю, как можно так халатно относиться к тату? Это же твое тело, это твое продолжение. Но вот люди бьют все равно всякую ерунду. Вот у меня фамилия Пекарь, и я набил себе хлеб. Вот если бы у меня была фамилия Куклачев, я бы набил себе усы, как у кота, знаете такие? Вот если бы я был бы Олегом Винником, я бы набил себе лицо Олега Винника. А вот если бы я был бы Владимиром Кличко, я бы набил бы кому-нибудь лицо. Возможно, даже Олегу Виннику. Так вот, на самом деле, я как тату-мастер первую татуировку сделал служа в армии. И мне от дембелей досталась тату-машинка самодельная из гитарной струны и моторчика от бритвы. И я сразу стал почетным татуировщиком третьей роты. И чтобы вы понимали, как обстоят дела в белорусской армии, это была официальная должность. И вот через 15 секунд у меня появился первый тату-клиент, и он говорит, я хочу здесь надпись за вас. И я у него спрашиваю, что это значит. Он говорит, ну, за всю армию с Кужикоком. А я думал, просто прикольно, когда ты выпиваешь, вот когда вот опрокинуешь. Там об этом и было. А, дальше. Прикольно, я себе сделаю такое. Тогда сделаю просто за тебя. Олежа. Можно одну мысль, это так, не зачет просто, ну, не из вошедшего. Я просто сегодня первый раз спустился в киевское метро. Я вот заметил, что в Киеве и в Минске одинаковое табло в метро. На нем пишется не время, когда придет следующий поезд, а когда вновь ушел последний. И я вот подумал, это же наша национальная черта. Смотреть на экран, вздыхать и думать, что все могло бы быть иначе. Это мысля. Это хорошая была мысль. Вот подберите таких несколько и приезжайте за 50 тысяч. Удачи. Спасибо большое. Спасибо большое, Олег. Счастливо, до встречи. Атмосфера очень-очень крутая. Я на самом деле всем начинающим комикам советую приезжать сюда и пробовать себя на сцене. Потому что здесь очень дружелюбно, здесь встречают хорошо, только везите хорошие шутки. Дякиф Руслан, город Драгобыч. Встречайте. Развеши свечного, размыши меня, размыши меня. Как хорошо, что я правильно прочитал фамилию. Правильно же прочитал? Я думаю, нам нельзя разрушать образ. Нет, ни в коем случае. И сразу предложить господину... Сразу предложить учителю физики и кальянщику. И видно, кстати, что он именно правой рукой кальянами занимается. Правое плечо немножко... Вам не надо вот так сейчас делать. Хорошо. Нет. Я про кальян, я не... Все-все-все. Окей. Как скажешь. Руслан, мы можем начинать? Да давай. Давайте. Итак, первая минута, тысяча гривен. Удачи, Руслан. Там спочатку хлопчик правильно сказал, я с Драгобыча. Чтобы вы знали, Драгобыч назвали в честь ковбасы. Ковбасы Юрия Драгобыча. Это единственное место, где можно увидеть письючего хлопчика в маршрутке. Но так как я сейчас здесь... Что вы говорите? Были в Драгобыче. Тысяча гривен ваша. Руслан, поздравляю. В том же духе продолжим? Да давай. Вторая. Вторая минута, пять тысяч гривен. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ценка. Тато Надії Савченко під роддомом. Кохана, хто? Та хрен його знає. АПЛОДИСМЕНТЫ Уявіть собі, в Ющенка вселився Кличко. Ці руки ніколи не ноги. АПЛОДИСМЕНТЫ Антон був наркоманом, доки його з тої тєми не збив КАМАЗ. Віталій Кличко до 10 років називав дзеркало Володюю. АПЛОДИСМЕНТЫ Навесь... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Івенно, як і далиши... Володя... Володя, привіт! Че ти прячешся, а? Готово продовжити, Руслан? Та-да! Ітак, третій минуті, десять тисяч гривень на камеру... Пусть у вас все получиться... Поехали... На весіле щось пішло не так... Але гості це називали наречаною... Петро бьет два раза. Один раз по голове, другий раз по кришке гробу. И не потому, что он крутой, а потому, что не попадает по цвяху. Девчинка так сильно морозилась, что в ней тримали продукты. По закону пидлости трактористу на ногу мотор впав маслом вниз. Колишнюю учительку не берут диспетчером на вокзал, бо вона два рази не повторює. Украинские ученые довели, что если посадить картофель, то за год она станет смотрящую. Олег Ляшко был первым. Картофель смотрящая. Что происходит? Что происходит? Десять тысяч гривен выиграл Руслан. Мы вас поздравляем, Руслан. Эти аплодисменты вам. Ну и резонный вопрос. Продолжим? Или заберем деньги? Что же вы поле чудес устраиваете? Дайте ему подумать. Отойдем дальше. Мне треба бабки, я телефон вкрал. Итак, четвертая минута. Двадцать тысяч гривен на кону. Поехали. Олег Ляшко був першим, в кого війшла Європа. Поки маленький Олежик бавился в песочку, его кот терпил. Когда все хлопчики дергали девчаток за косички, Олег Ляшко дергал хлопчиков за хвостики. Виталій Кличко народжувався три дни, потому что он не мог найти выход. Виталія Кличка занесли в Гіннес-рекорд книгу. Двадцать тысяч гривен. Они ваши, Руслан. Поздравляем. Очень смешные шутки получаются про Виталія Кличко, оказывается. Чего мы туда не ходим? Після цих жартів Виталій Кличко мене зловить десь в підворотні. Піднімить, так зашив і скажет, котра година. По-любому. Що дальше? Да, якщо з вами так произойдет, то що буде со мною? Боюсь представити. Та не бойся, він на ньому отыграється. Так, ну... Двадцать тысяч уже есть, Руслан. Пятьдесят хотите? Не, я беру бабки. Это ваше решение, мы вас поздравляем. Забирайте ваши честно выигранные двадцать тысяч. Сделай, щоб парень змеялся. Расмеши свечного. І під столом валяться. Расмеши свечного. Пусть намочат колдотки. Расмеши свечного. Але только не использую щекотки. Не, ну все прикольно. Виграв гроші. Хочу передати привіт Виталію Кличко. Він мені приносить бабки. Не, ну все четко. Ой, какая интересная фамилия. А не Сеня, Андрей, Степанов, Егор. Город Витебск. Встречайте, друзья. Расмеши свечного. Расмеши меня, размеши меня. Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Привет, ребят. А вы немного похожи друг на друга, вы знаете? А нам многие это говорят, да. Да? Да. Не родственники? Фамилии же разные. Отнюдь нет. Фамилии бывают разные, а все равно люди родственники. Он Степанов, я, а не Сеня. Да, а не Сеня, а ты Андрей, да? Андрюха, да. Андрюха. Ну а так еще бывают люди похожи, знаете, когда долго живут вместе, вот муж и жена. Мы около, сколько мы живем вместе? Семь лет. Но в разных квартирах. Но вместе. Но вместе, но в разных квартирах. Ребят, выступать будете вместе. Надеюсь. Будут миниатюры. Да. Ну да. Удачи. Спасибо. Готовы, парни? Да, да, да. Поехали. Первая минута начинается прямо сейчас. Депутат плотненько покушал. Ой, хорошо, хорошо. О, обед. На железнодорожном вокзале. Дебилы, не уходят же, а? В ресторане. Молодой человек, вы определились? Да. Я гей. Батюшка опоздал на службу. Где его носит? Вон, наконец-таки, давайте начинать. Извините, опоздал. Простите, маршрутка. В милиции. Ну, рассказывай. Да, меня подставили, я объясняю. Что значит, тебя подставили? Ты мочился на угол дома. Да я же говорю, я лежал, спокойно писал. А меня взяли и подставили просто. В компании... Давай. Давай, давай. Есть. Тысяча гривен ваши, ребята. Поздравления наши вам. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Но такими легенькими шуточками, которые у вас были в начале, вряд ли наших комиков рассмешишь. Они уже такие матерые у нас. Да? Да. Тогда другое. Давай вот эту вот. Что и собирались, наверное, вот эту. Да. Хорошо. Не нервничайте. Все хорошо. Все хорошо. Время еще не началось. А-а-а. Готовы? Да. Вторая минута, пять тысяч гривен. Соберитесь. Поехали. А сейчас свадьбы ведут вообще все, кому не по поди. И так может попасться вот такой вот свадебный ведущий. Так, вот вы где? Я денег не верну. Что? Поспешил. Что случилось? Свадьба полная фигня. Вот поэтому я и не женюсь. Что на моей свадьбе делают ваши родители? Просто я лучше с родителями выпью, чем с кем попало. Это воспитание. Вот о чем можно разговаривать с пьяным человеком? Поверь. О чем угодно можно разговаривать с пьяным человеком, братишка. Вы хотя бы видеопоздравление приготовили? Конечно. Антоха, врубай видеопоздравление. Дорогие. Ридние украинцы. Все, вы уволены. Я денег не верну. Путану выбросили из фуры. Можно подумать, ты сразу водить научился. Короче, была не была. Четочники играют в настольный теннис. Что еще мы можем показать? Можем показать, конечно же. Я не делаю предложение в необычных местах. Ты выйдешь за меня? Да, только давай с королевика. Засуетились. Какая-то суета. Паника и суета. Ничего, ребят. Ничего страшного. Суета. Для первого раза выступили очень неплохо. Спасибо большое. Спасибо вам. У нас го-привет. Приезжайте. До свидания. Спасибо. Пока, ребят. Размеши свежного. Сделай, чтоб парень спеялся. Размеши свежного. И под столом валяться. Переволновались. Суетились, да. Первый раз вообще страшно. Страшненько было. Встречайте нашу следующую участницу. Корянова Татьяна. Город Днепр. Размеши свежного. Размеши меня. Размеши меня. Добрый вечерочек. Добрый вечерочек. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы у нас были, да? Нет. Не были никогда? Нет. И вы учитель китайского языка? Пытаюсь. Да. Пытаетесь как-то объяснить. Ну, вот пытаюсь заставить детей учить китайский. А вы знаете его? Да, я закончила китайскую филологию. Серьезно? Да, я даже... Круто. Значит, откроюсь секрет. Успокойтесь. Наверное, окей. Я писала научную работу про передачу вот эту вот только в Китае. Вы серьезно сейчас знаете? Да, да. Да, Размеши комика идет в Китае, я знаю. Вы можете не дрожать. Это вот не от меня зависит. Вы нервничаете. Да. Мы переживаем за вас. Ой, не стоит. Спасибо большое. Все нормально? Да, все хорошо. Я попытаюсь сейчас всех немножко рассмешить. Давайте. Спасибо. Танечка, правила вы наши знаете? Да. У вас есть одна минута, чтобы рассмешить комиков. Поехали. Мне 22 года. И вот с одной стороны сейчас на пике своей сексуальности, да? А с другой стороны продолжаю выглядеть так, как будто проспала свое половое созревание. И вот мой юношеский видок очень мешает мне в моей новой работе. Я уже полгода работаю школьной учительницей. И меня очень часто путают с моими учениками. Недавно к нам в класс зашла проверка. И вот они очень долго не могли понять, кто из нас кто. Ну, тут еще я молодец, да? Я рассказала детям про секс, а потом рассмеялась, показывая им картинки, каково это. Да, я рассказывала детям про секс, хотя я преподаю английский. Но нет, нет, не стоит меня винить. Там все в тему было. Мы проходили по симпл. На самом деле я очень сомневаюсь, что у меня получится хорошо воспитать чужих детей, потому что саму меня воспитывал человек, который по своей воле снимался в передаче «Окна». И моя мама, да? Мама отличный человек, но вот у нее есть доллар, который подписал Олег Винник, и она вот думает, что доллар растет из-за этого. Супер! Тысяча гривен, Татьяна! Вы ее заработали. Спасибо. Поздравляем. Идем дальше, да? Да, да. Вторая минута — пять тысяч гривен. Удачи. Я росла не только в очень странной семье, но и очень креативной. Дело в том, что меня зовут Таня, мою маму зовут Аня, мою бабушку зовут Таня, мою прабабушку зовут Аня. Знаете, иногда возникает ощущение, что уже в 95-м новое женское имя стоило по курсу 26. Я искренне верю, что главное в человечке — это душа, но вот не все со мной согласны, особенно мужчины. Они думают, что главное в человеке — это большая женщина, большая женская грудь, да? Но вот я не понимаю, с каких пор в моде большие железы. Вот у меня как бы щитовидная третьего размера, да? Каждый доктор так и говорит — любо-дорого посмотреть. Только никто не смотрит, да? В кино нас не приглашает, на такси не катает и коктейли не покупает. Сейчас я буду рассказать про своих бывших парней, потому что не позволю им и загубить мою карьеру стендап-комика. Я встречалась с парнем, его звали Глеб. Знаете, такое чувство, что его родители услышали, как собака лакает воду. Ну, вот это вот Глеб, Глеб, Глеб. Пять тысяч гривен. Татьяна, вы зарабатываете именем Глеб. Поздравляем. Идем дальше, но не так уж и... Молодец. Спасибо большое. Ну, хорошо. Хорошо. Мама сказала уходить с тысячей, но если проиграют десять, то она меня домой пустит, поэтому давайте попытаемся еще. Я, наверное, все-таки расскажу шутку, которую хотела про... Не зря же я писала научную работу, я еще и шутки писала. Подожди, сейчас ничего не говори. Эту шутку сейчас давай... Я просто, я, ну, попытаюсь. Нет, так нет. Нет, нет, это нормально. Я готова. Готова. Итак, третья минута, десять тысяч гривен. Удачи, Танечка. Спасибо. Я дипломированный филолог-китаист, поэтому писала большую работу про китайскую версию «Рассмеши комика», и я узнала, что китайцы специально побрили человека для того, чтобы он был похож на Евгения Кашиова. Мне кажется, этот парень смотрит нашу передачу и такой, господи, слава богу, у него не милирование, да? Просто у нас 1,3 миллиарда, а я бы один был как лох. Вот. На самом деле, я не боюсь проиграть, потому что не помню, чтобы у Данте был специальный круг ада для людей, которые проиграли в ток-шоу, да? И несмотря на то, что участники шоу «Битвы экстрасенсов» делают все, чтобы этот круг появился, да? Мы все еще успеваем победить безнаказанно. Шутки. А, кстати, да, спасибо всем. Все как по сценарию. Я тоже без смеха репетировала вы. Отличная публика. Танечка, вот когда вы включили саму себя, все пошло как по маслу, видите? Спасибо, спасибо огромное. 10 тысяч гривен ваши, мы вас поздравляем. Да, я заберу и пойду. Забирай. Спасибо, спасибо. Забирай. Размеши свечного, сделай, чтобы не смеяться. Спасибо. Размеши свечного, и под столом валяться. Размеши свечного, пусть намочат колготки. Размеши свечного, но только не использующие кодки. Очень классно. Я, как обычно, переживала, но это от меня не зависит, но офигительный зал, жюри, они так близко, и они такие добрые. И я очень рада, что меня поддержали все. Это было очень приятно. Спасибо большое. Украинцы – самая юмористическая нация. Вот посудите сами, только у нас мама может сказать сыну «Хватит сидеть в своем телефоне, иди вон лучше телевизор посмотри». Тем более, что там уйдет «Расмеши комика» каждую субботу на 1 плюс 1. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Увидимся ровно через неделю. Размеши свечного, пусть намочат колготки. Размеши свечного, но только не используй щекотки. Поехали!